Доброе утро, мои хорошие! Только что проснулась, точнее до сих пор лежу. Здесь лежит дурачок, сегодня мы с ним идем к ветеринару. Кто не смотрел предыдущий влог, у него что-то странное с лапкой. Я выложила в инстаграм, было много вариантов, некоторые писали, что это лишай. Я решила посмотреть в гугле, как выглядит лишай, и поняла, что это не то. Это какая-то рана. Поэтому сегодня обязательно к врачу, полчетвертого, мы должны быть там. Я в шоке, у него это распространяется. Посмотрите, вот этой части вчера не было. Блин, его срочно надо к врачу. Господи, что это? Вот этой части у него не было. Эта часть стала за ночь. Ребят, я просто в шоке, как она так увеличилась за ночь. Вот этой вот части не было. Дай лапку. Вот этой части не было. Эта штука увеличилась за ночь. Причем увеличилась процентов где-то на 20. Это что такое? Срочно к врачу. Но сегодня на утро просто записи не было, поэтому пришлось его записать на полчетвертого. Не знаю, до полчетвертого лапка будет как выглядеть. Может, он ее облизывает из-за этого. Что-то реально это выглядит очень страшно. Я позвонила в клинику. Они не взяли трубку, но просто сидеть и ждать, когда будет время 4 и у нас запись я не могу. Хотя в этой клинике, кстати, не принимают без записи. Но у нас такой экстренный случай. Смотрите, какой ласковый кот. Он себя прекрасно чувствует. Просто облизывает свою лапку. И эта рана увеличивается. Это не лишая. У него лапка гниет очень странным образом. Куда-то деваются волосы. Причем вчера это выглядело вот так вот. А сегодня это выглядит хуже. И причем сильно хуже. За ночь. Прикиньте, так быстро. Ну что у тебя вечные проблемы, Твиксика? Ну почему ты не можешь жить просто нормально? В общем, я не знаю, нас примут или нет. Но все-таки хочу попытаться. Она всегда вообще ругается, когда приходят без записи. Всегда нужно, говорит, записываться и так далее. И она права в этом смысле. Потому что приходит толпа. Мы стоим все ждем и так далее. У каждого должно быть свое определенное время. Но мне кажется, здесь такой экстренный случай, что его надо принять вне очереди. И плюс еще там всегда такие добрые люди пускают без очереди. И я реально боюсь, что ему станет хуже. То есть лапку уже к моменту, когда мы будем идти к врачу, станет еще хуже. Поэтому мне кажется, лучше пойти сейчас. Я и сама, когда записывалась, например, иногда пропускала людей без очереди, у которых кошки, например, в плохом состоянии, сейчас опять начинают облизывать. Я не знаю, можно ему лизать лапку или нет, но это распространяется. Эх, столько планов было на сегодня. Надо опять посвятить сегодняшний день Твиксику. Я хотела надеть вот этот кроп, который недавно купила, с открытой спинкой. Но у меня нету подходящего нижнего белья. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы обходитесь в таких случаях. Возможно, вы где-то заказывали подходящее белье. Оставляйте ссылки. Буду переходить и заказывать. Но этот топ мне очень нравится. У него невероятно крутого качества. С этими завязочками. Я вообще обожаю подобные вещи. И я надела самый обычный топ, который у меня, наверное, года три точно. Но все равно я его очень люблю. Покупала в Нью-Йоркере. Там много подобных вещей. И джинсы, которые мне большие. Вообще, надо покупать джинсы, в которые ты не влазишь, чтобы со временем, когда они растянулись, были как раз. Когда бедненький твиксик болел, его было легко засунуть сюда, потому что он не сопротивлялся. А в этот раз было очень сложно, потому что он плюс-минус понимал, куда мы едем. Я очень надеюсь, что ничего серьезного нету. Мы просто помажем какую-то мазь, и все пройдет. Вот я очень на это надеюсь. Твикс. Мамина счастье. Двулочка. Ты чего? Мы уже едем от ветеринара. Я решила заглянуть в Киевси. Взяла еще по дороге роллы. Там как раз было по пути. И Киевси для мукбанка. Сладость. Кучу лекарств еще купили для дурачка. Опять будем лечиться. Врач все-таки сказала, что это произошло в результате травмы. Скорее всего, у него была рана. Ой, девочки мои, как жарко. Врач поставила диагноз. Мне многие писали, что это лишай. Я посмотрела в интернете фотографии, и это не было похоже на лишай. Врач тоже сказал, что это не лишай. Поставила диагноз, я его не запомнила, правда. Но лечение, все лекарства, все-все-все я купила. У него просто ослаб иммунитет. А на слабый иммунитет липнут всякие липучки, всякие болезни и так далее. Поэтому мы будем опять лечиться, прикиньте. Слава богу, систем нету, уколов нету. Надо ему давать таблетки, которые он кушать не хочет, ни в какую. Еще я решила с кормом немножко разнообразить, потому что роял конина жидкий, он вообще не ест. Я просто выбросила этот корм. Он только водичку немножко пьет, и все, а куски не ест. И мы взяли альтернативу, другой корм. Ну, в общем, посмотрим, что будет. Надеюсь, что все будет хорошо. Но мне кажется, это уже не смертельно. Просто надо быть аккуратнее, а то у него вся лапка сгниет. Там потом придется делать ампутацию. Но я в шоке от того, насколько быстро развивается болезнь. Врач сказал, что это из-за того, что он облизывает лапку, и тем самым переносит вирус и на другие части, может, и на другие части тела. Вот, поэтому обязательно нужно надевать ему воронку. Но раньше, когда Твикс болел, воронку надеть было несложно, потому что он был в полуживом состоянии, ему было все равно. Есть ли на нем воронка или нет. А сейчас я надела, он так сопротивляется, потому что сейчас уже чувствует себя значительно лучше. На пробу решила взять пока что только один. Вот такой вот жидкий корм. Я надеюсь, что здесь внутри нет кусочков. А это просто паштет, потому что паштет он кушает. А когда в жидком корме есть какие-то кусочки, он просто отказывается это кушать и ест только сухой корм. А врач сказал, что нужно разнообразие. И никакой домашней еды, даже бульончики нельзя. Поэтому попробуем этот. Если ему понравится, будет кушать. Сейчас предложу ему. Вау, слава богу, здесь кусочков нет. Он как раз таки в виде паштета. И нам всегда надо покупать кормы, где написано «Уринарий». Это лечебная серия, от разных брендов она есть. Сейчас предложим ему, посмотрим. С этой воронкой ему кушать неудобно, поэтому пришлось снять. Посмотрите на его лапку, это ужас какой-то. Но этот корм он ест. Отлично, теперь будем покупать его. Приятного аппетита тебе! Бедное животное вовсю сопротивляется. Но еда ему, кстати, очень понравилась. Он уже 15 минут вот так вот облизывается. Понравилось тебе? Вкусно было? Ну ничего, тебе еще дней 10 так с воронкой ходить. А то это может распространиться. То есть не только на лапе будет уже такая ранка, а где ты еще? Потому что он облизывает это все вирус. И этим же языком потом облизывает себе попу. Или, например, заднюю лапку. Нам оно надо. Вот нам оно надо, чтобы это все распространилось непонятным образом. Здоровья тебе, малыш! Прошло еще 2 часа, и Твикс продолжает облизывать. А ты, мой, радость тебе понравилась. С дурачком как-то с горем пополам разобрались. Теперь пора подумать о себе. Хочу снять мукбанг. Голодная осень, потому что даже не завтракала утром. Как увидела, что он в таком состоянии, побежала к ветеринару. Здесь у нас роллы, здесь у нас KFC. Наверное, прям сегодня я публикую видео. На момент, когда выйдет этот влог, уже мукбанг будет на канале. Вы просто посмотрите, какие аппетитные и красивые роллы. Я могла бы просто взять один сет, но я подумала, что будет интереснее, если и роллы, и KFC. Так будет даже лучше. Да, напиток себе большой. Колу. Шеф-бургер. Правда, мне в KFC бургеры не очень нравятся. Картошка фри. Кетчуп. Надо было, кстати, другой соус взять. И огромную колу. Лошадиную дозу. Все аккуратненько разложила. Стол у нас получился очень аппетитный. Ссылку на это видео я вам оставлю в фобоксе. Переходите, смотрите, если вы не видели этот мукбанг. Сейчас будем обрабатывать ранку хлоргексидином. Таблетки я ему дала. Вроде как он их съел. Без проблем, с первого раза. Я вчера легла очень поздно. Делала для вас новую коллекцию. Коллекция называется Пеналы. Она необычная. Это пакетики-наклейки. И еще плюс, пеналы вот так вот открываются. Блин, открывайся. Вот так вот открываются, и внутри здесь будет попадаться канцелярия. Смотрите, какие крутые дизайны. Вот это мне очень нравится. Я старалась делать такие дизайны, которых раньше не было. С тыковками к Хэллоуину. Вот тоже открываются. Все они открываются. Интересная коллекция получилась. Самонг Ас. Вот такие ракеты. Мышки. Придумывала разные дизайны. Вот такой вот интересный. В общем, ночами просто сижу и рисую. Сейчас хочу снять для вас видео. Несмотря на то, что на бумажном канале в последнее время не так много просмотров, все равно забрасывать не хочу. Сейчас буду снимать видео. Вечерком я решила заняться домашними телами. Собралось у меня очень много одежды на глажку. Параллельно смотря влог своего любимого блогера, я начала гладить. Кстати, у нас дома два утюга. Один стоит около 150 долларов, а этот стоит 10. Мы его чисто случайно увидели в магазине, в супермаркете, на акции. Он какого-то неизвестного бренда, но я просто в шоке от этого утюга. Он уже 5 лет нам служит и очень хорошо гладит. Если сравнить утюг от Тефаль за 150 долларов, и этот, этот однозначно выигрывает. Даже на видео вы можете видеть, как хорошо, легко и просто утюг выполняет свою функцию. Если бы я могла себе представить, что этот утюг такой хороший, то я бы купила себе штуки 3, так на всю жизнь, чтобы были утюги. Возможно, нам повезло, и это всего лишь единичный случай на миллион. Напишите, пожалуйста, в комментариях, были ли у вас такие случаи, когда вы покупали супер дешевую технику, но она работала намного лучше, чем известные бренды. Раньше мы всегда меняли утюг раз в 5 лет. Это обязательно, не в зависимости от того, сколько стоит утюг, он вечно через 5 лет обязательно ломался. А этот работает уже 5 лет, даже, мне кажется, больше. Отлично выполняет свои функции и стоит просто копейки. Кстати, сегодня папа с дядей уже уехали обратно в Россию, а мама должна приехать завтра. Дай бог. Я хочу немножко прибраться к ее приходу, поэтому сегодня я засну очень поздно. Гладила я очень долго, весь процесс запечатлеть, к сожалению, не получилось, потому что на камере закончилась зарядка. Начала читать комментарии под мукбанком, и некоторые писали, что им надоело слушать про состояние Твикса, про его болезни и так далее. Дело в том, что из этих кусочков и состоит моя жизнь. Я просто не могу об этом ни говорить, ни показывать и так далее, потому что мои видео, они не по сценарию. То есть, например, не снимать Твикса, не показывать его в кадре, а самой переживать именно из-за этого момента и снимать влог, рассказывать там, не знаю, какой-то помази, я просто не могу. Но я просто постараюсь прейдь на мукбанках, меньше затрагивать подобные темы, потому что они действительно не к столу, и, возможно, у кого-то портится аппетит, когда люди слышат такие подробности жизни моего кота. У меня, как всегда, творческий беспорядок. Обратите внимание, как экономно я расходую бумагу. Даже небольшие кусочки бумаги, которые остаются, их я складываю в конверт для повторного использования. Даже мама была удивлена, когда увидела эти кусочки, их я действительно использую для других бумажных сюрпризов. Мама у меня спрашивала, говорит, у тебя столько бумаги, бумага стоит копейки. Зачем ты ее так экономишь? Однажды мне бабушка сказала одну фразу, которую я запомнила на всю жизнь. Она говорила, что воду в реке тоже надо экономить, несмотря на то, что она безлимитная, нам кажется, мы за нее не платим и так далее. Даже ее надо экономить. Поэтому я прислушиваюсь к этим словам на протяжении всей жизни. Ну и что, что бумага стоит недорого, это не дает нам право просто вот так выбрасывать ее. На этом уже буду закругляться. Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки и обязательно подписываться на мой канал. Всех люблю. С вами была Айка. Пока!